так уже есть тикера евро фунт ртс бьер так 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 часть форекс торгуют и сергей луговой артем ртс так ну отлично отлично никаких специфических рынков по типу там азия не обнаружено так сейчас запишем сегодня тема базовые стратегии на основе объемного анализа с применением естественно платформы в офис и тема достаточно обширная естественно мы не успеем вложиться но тезис на основы постараюсь донести так начнем с насколько вы знакомы с объемным анализом только слышали либо уже начали применять применять или платформу офис буквально кратко в чате напишите чтобы я не понимал уровень это ознакомительный вебинар перед предстоящим basic курсом вот поэтому нужно знакомиться уже потихонечку с группой про объемный анализ слышали но не разобрались и если вам не сложно опыт стаж торговли сколько лет торгуете либо же вообще не торговали пока вы отвечаете в чате напомню что это еще не вся это лишь модуль маркет watch платформа волк фикс мы разрабатываем ее исключительно с упором на анализ данных об объеме биржевых торгов причем под разным ракурсом с бит дельтой маркет профайл волен профайл вот есть все все данные которые дает биржа о состоянии рынка торговли то есть мы стараемся вырабатывать структурировать в очень понятной форме это все отображать причем лично не люблю анализировать либо же исследовать рынке когда данные находятся в таблице но можно сравнить я думаю данные которые выглядят вот так вот это рейтинг по текущей сессии снп за весь день колонки дельты бидаск по цене с объемом тоже можно там сортировать вот представили до данные то есть это таблица здесь буквально шесть колонок и то же самое абсолютно то же самое сейчас допустим сейчас прошло неделю подгрузим то есть вот эта сессия торговая причем левая гистограмма это рейтинг фактически по объему не нужно в этой всей таблице тратить время и искать какие-то закономерности какие-то массивы какие-то диапазоны диапазоны так ответил евгений так ответил евгений фри ворлд один год евгений пять лет изучает пэд слышал витер слышал про вольдом платформы человек семнадцать наверно в чате активны только три четыре не стесняйтесь не стесняйтесь это же вебинар можете задавали вопросы по а пока будете вебинар и касаемо курса и принципе объемного анализа и так мы стараемся не стоять на одном уровне типов анализов то есть расширяем свой арсенал тем более на финансовых рынках без развития то есть те кто стоят на месте зачастую и по наблюдениям они у них не выигрышная ситуация поэтому нужно такие достаточно быстро развивающиеся по скорости рынке волатильность увеличивается ликвидность электронный трейдинг развивать очень быстро пять лет назад о высокочастотном алго трейдинге никто даже и не говорил даже ну даже думать не мог на территории снг вот и на данный момент платформа имеет достаточно огромный инструментарий для того чтобы анализировать фьючерсный маркет фондовый сейчас вам покажу какой список здесь инструментов ну и финансовых биржи сиба есть себе уйти комикс евро то есть европейские штаты наша биржа даже есть шанхайская там правда не много инструментов хороших с хорошей ликвидностью может я как раз изучить так очень огромное количество типов графиков данных фильтрации и отображений информации об объеме торгов дельте маркировка объема то есть реверсивность рынка это весь инструментарий платформы оффикс то есть если вы хотите изучить ее посмотреть попробовать берете демо доступ на сайте есть и любой компонент нажимаете в принципе мы изначально делаем ее для себя для своего использования поэтому стараемся чтобы было все просто настраивать то есть юзабильность и информативность то есть ну дизайн такой какой есть так здесь можно подключить свой торговый счет через разные шлюзы там транзак плаза и вы можете через эту платформу совершать даже позиции у нас в окне аргенеров разработан специальный сервис для открытия максимально удобно и комфортно арбитражных позиций как раз вот микро арбитраж микро трейдинг тут вполне удобный так ну объемный анализ я со всеми когда дискуссируют на тему объемный анализ больше относится к техническому анализу либо же фундаментальному я прекрасно понимаю что по описанию как бы с по сути как бы это действительно технический анализ так как мы изучаем повторение модели закономерности находим точно так же как в техническом анализе в объемном есть свои модели закономерности критерии факты типы объема и поток ликвидности вот но это данные которые касаемо торгов да то есть это не напрямую инструменты к примеру если мы торгуем фьючерс на какао то мы изучаем непосредственно поток в самом фьючерсе то есть сам тему какао мы даже не трогаем фактически то есть ну в идеале если профессионально подойти то нужно следить за там урожай заказы транспортировки какие-то крупные отчеты та же самая пшеница зерно то есть урожай был хороший либо же не урожай то есть засуха зерновые трейдеры очень детально следят за погодой вот то есть в объемном анализе мы не касаемся конкретные инструменты то есть изучается сектор то есть если допустим торгуем с 3500 естественно мы также анализируем объем объем дельту векторность рынка маркировка по дельте и на акциях которые входят в этот индекс приоритетнее конечно от самой объемной акции с хорошей капитализацией вот в индексе ртс естественно это газпром вербанк лукойл вот то есть также изучаются ну анализируются и акции для валютных рынков там уже банковское направление экономика макроэкономика то есть в принципе как бы затрагивается частично и направление фундаментального анализа но основные решения и то есть основная платформа ядро размышлений анализа и принятия решений формируются непосредственно анализируя данные об объеме торгов то есть которые идут с биржи то есть насколько были насыщенные торги сколько ликвидности рынок пустой либо же рынок переполнен объемом давайте определим ну то есть чем объемный анализ допустим лучше других анализов да ну сравнивать собственно то не с кем еще ну технический анализ немножко уже время то есть он как бы я его я сам применяю технический анализ в классическом виде то есть линии тренда там равноудаленные восходящие каналы давайте сейчас для примера выберем какой-то инструмент напишите какой там евро фртс выберем и сейчас пару моментов моментов я покажу евро ну хорошо давайте евро и ртс сначала евро выделяем выделяем вернее выбираем таймфрейм один день то есть каждый паттерн я буду называть паттерн бар кластер это одно и то же то есть просто синонимы возьмем там практически чуть больше полугода котировку это фьючерс на евро и везде это не форекс это котировка с семье вот поэтому если будете тестировать платформу все такие огромные периоды истории которые вы подгружаете нажимаете мэш контракт то есть клейка фьючерсных контрактов потому что между ними есть экспирация и если допустим не нажать эту кнопку то будут подгружаться данные только выбранного вами контракта как бы на будущем и так что вы собственно видите на данный момент и что мы де-факто анализируем это практически за год данные о движению фьючерса пара евро доллар и здесь объем отображается это вроде кажется что должны должно быть очень много цифр очень много каких-то таблиц вот здесь данные о практически там 9 месяцев рыночной активности есть общий объем по каждой торговой сессии рейтинг с фильтрацией и боковая гистограмма вот это отображает по какой цене сколько прошло объема но так как если отобразить это все в виде цифр во первых это будет просто каша очень плохо считабельная из огромного количества символов и они в любом случае будут сливаться вот в такую гистограмму в итоге если брать бесконечность бесконечный период в узком каком-то диапазоне ограниченном вот поэтому нам нужны данные об наиболее крупных событиях наиболее объемных представьте помним еще биржевые ямы да когда финансисты трейдеры брокеры приезжали на здание биржи и в разных ямах смотря где какой сектор там зерновые товарные там производные и они выкрикивали кто сколько покупает продает то есть это было в яме то есть сейчас это все перенеслось в электрон тренинг и те же самые мужики которые макали руками и выкрикивали buy sell сейчас это делают тихо спокойно без проявления особых эмоций возле многомониторных торговых терминалов так вот есть такое понятие как бы ну в принципе мы многое исследование проводим и поиск закономерностей и структуризация классификация то есть мы храним данные о каждом трейде некоторые инструменты более чем за пять лет то есть на серверах эта сессия торгуется допустим возьмем на тиковом графике сейчас snp ну либо же евро давайте евро возьмем всем интересно не будем фильтровать особо и погружаем данные это тиковый график здесь также сейчас вы видите очень много данных я вам сейчас их всех покажу но все так неприметно аккуратно но очень информативно то есть сейчас вы видите как работает стакан причем он не на всю катушку включен и каждое изменение тика помимо того что прорисовывается четко так как и проходит по рынку еще и с маркировкой bid ask то есть агрессивный seller buyer можно выбирать тип просчета маркировки бидаск либо же выбрать ту которую дает непосредственно биржа в чистом виде каждый вот этот тик то есть минимальное изменение цены несет в себе по нему информация объема то есть в одном тике прошло допустим там 100 контрактов байер купил либо же покупатели купили на 100 контрактов селеры продали на 100 контрактов либо ну я обычно называю в одном лице buyer seller но эти 100 контрактов не одна сделка это может быть 100 трейдов по 100 по одному контракту то есть в одном тике есть тоже свой микро мир и есть свои нюансы тик тику рознь то есть один тик могли наполнить достаточно крупным объемом но он на размещен высокочастотными алгоритмами там по одному по два контракта другой тик может быть одним трейдом там 1500 контрактов вот кто-то нажал по евро допустим там 175 контрактов одним трейдом есть также лента этих трейдов вы можете их посмотреть и все это по сенпи сейчас я включу евро вот и мы еще посмотрим классы так вот объемный анализ он как бы помогает идентифицировать на каких ценовых уровнях и в какой момент времени то есть на каком участке сейчас либо же на истории проанализировать участникам рынка была цена либо же этот инструмент фьючерс наиболее интересен то есть там проходили крупные сделки из всего потока данных которые мы получаем мы фильтруем определенные сделки которые то есть выше которого уровня то есть естественно там процентов 70-50 идет стандартный рабочий режим инструмента но некоторые моменты особенно в разворотных точках когда меняется тренд инструмента я вам на рубля сейчас покажу как объемно отображается такая вот заинтересованность и такие вот объемы когда проходят срабатывают алерты можно алерты выставлять на объем на цену то есть причем даже получить уведомление на почту и с этого момента уже максимально анализируются фьючерс на предмет открытия позиции то есть ну это в общем то есть можно формировать достаточно широкий спектр торговых стратегий от позиционных до микроскальпинга микроарбитража и в принципе также масштабность объема от одного трейда до крупных массивов за месяц это также удобно в объемном анализе очень много моделей они масштабируемые что по стратегии что по тактике работают по шаблону допустим дней то есть масштабность также соблюдается в объемном анализе допустим если вы изучаете технический анализ и модель треугольник да либо же не треугольник а флаг вроде называется или вымпел как то так вот либо голова и плечи да вот точно должны все знать голова и плечи разворотная фигура в техническом анализе вот то есть ее можно использовать на доминутном баре да то есть эту модель и на дневном баре то есть она фундаментально объяснима да то есть на любом масштабе точно так же и на объемном в объемном анализе то есть если размещают крупный объем для какого-то масштаба это определенного уровня объем то есть там уже время объем фильтр фильтр просто разная так фитрация идет специально для того чтобы вычислить когда начнет работать крупный участник рынка так на рынке есть крупные игроки средние игроки маркетмейкеры есть операторы рынка ну в общем алгоритмы высокочастотники махинаторы аферисты все 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 что можно найти на финансовых рынках все есть в естественно за каждым трейдом не стоит там айди какого-то определенного человека то есть все это идет просто потоки данных но определить крупные сделки отфильтровать от мелких это в принципе задача достаточно легко выполним и так чем объемный анализ лучше и в чем его преимущество допустим возьмем ситуацию на газпроме на прошлой неделе мне достаточно сейчас вам загружу график это газпром значит гистограмма снизу отображает уровень ликвидности за в каждом баре таймфрейм 15 минут то есть если я наведу на бар 13.45 то общая ликвидность акций которая прошла за 15 минут в этом в этот момент 174 тысячи да ну округли были по 268 первого сегодня на прошлой неделе 290 оборот был в одной 15 минутке то есть обратите внимание из всех 15 минуток прошлой недели да как часто попадаются те которые больше чем 240 250 тысяч акций ну можно на пальцы пересчитать и сколько которые идут там давайте 50 тысяч там 40 60 преимущество преимущественно основную часть 15 минутных таймфреймов идет стандартная рабочая ликвидность то есть таким образом отсеивается стандартная рабочая ликвидность которая опять же стандартно расширяет ценовые диапазоны а крупный объем отфильтровывается почему крупный объем и зачем его фильтровать в основу рынка и рыночных отношений очень хорошо уже прижил даже не прижилось тесно используется даже не связанным с финансовыми рынками людьми то есть спрос с предложением уровень спроса отображает насколько либо сколько либо как насколько заинтересованы участники финансового рынка покупать данный актив либо же инструмент либо товар предложение то есть сколько на рынке есть возможных предложений продать данный инструмент товар производные и вот разница между количеством спроса то есть желающих купить данный товар и количество в объемном эквиваленте продать определяет тенденцию на рынке то есть это такой некий базовый закон то есть если спрос допустим у нас на уровне 120 процентов а предложение всего лишь 80 естественно мы видим что перевес на стороне спроса и желающих купить фьючерс намного больше что соответственно вызовет восходящую динамику на определенном масштабе который анализируется в определенном контексте если же больше по объему приложений а спроса меньше соответственно динамика на снижение и вот это меняющаяся структура рынка активность может быть поровну флэт то есть рынок находится в стадии такой цена не меняется он отдыхает между трейдерами называют такие активности флэтовый рынок пила возможно слышали вот и если исследовать свой инструмент даже взять фьючерс на евро я его очень много исследовал вот тогда я то можно сразу же обратить внимание что хорошее сильное движение цены происходит как раз в момент крупной ликвидности теперь почему я включил непосредственно газпром если взять тот же самый газпром только на баровом графике то есть это хорошо покажет то насколько мало информации дает просто цена и время в техническом анализе трейдеры которые применяют классический технический анализ без там облака и шумоку либо там бабочки какие то все попадает просто классический технический анализ то обратили бы внимание на 4 либо 3 тройную вершину либо там даже 4 фактически просматривается и выделили этот уровень сопротивления правильно то есть там бы уже обязательно стоял бы маркер примерно такого цвета поставим чуть спокойнее вот и ждался бы этот уровень на следующий день через день на предмет отработки снова на продажу что происходит с с точки зрения как бы технического анализа определен уровень то есть здесь как бы базовый основной уклон идет на то что цена не преодолела какой то определенный ценовой барьер в разных книгах ну описывается там психологически сложный уровень либо же там на рынке уже преимущественно начались продажи цена уже не пробивает по разным причинам но трейдер по сути не видит причины того почему рынок дальше не растет почему там кризис либо возможно газпром какие то там нашел погрешности в расчетах трубопровода и несет убытки то есть просто проводится линия и открытие позиции на следующий день либо через день от этого уровня ну либо выставляется лимитный ордер либо рыночный открывается но просто открыть идет на ожидании отработают либо не отработают то есть фактически как подбросить монетку не понимая даже фундаментально либо там даже по объемам анализу по сути там что происходит почему нарисовали вот такие четыре максимума то есть кто что произошло неизвестно просто открывается позиция на ждание поэтому процентность трейдеров если мы отбросим всех трейдеров которые жестко с плечами заходят это уже не трейдеры это азартные участники казино вот соблюдают маржинальность то есть ну money management то процент почему процентность forex трейдеров высокая потеря потому что очень часто точки открытия сделок просто идут на ожидании отобьются линии отобьются то есть либо там два мувинга пересекаются то есть две средние кривые как может рынок развернуться потому что две кривые пересеклись то есть то есть фундаментальных причин почему рынок начинает разворачиваться трейдер фактически тоже на ожидании поэтому какие-то сделки проходят удачно какие-то нет где-то трейдер понимают что не нужно продавать либо же покупать но ухудшает серийность недостающей информации не хватает чего-то вот и как раз такое напористое стремление зарабатывать на финансовом рынке в принципе любого трейдера должна привести либо к точке инсайда откуда берется инсайд информация либо создавать этот инсайд то есть уже монополистом стать какого-то определенного сектора то есть ну это уже финиш да то есть получив инсайд информацию куда будет двигаться хотя бы там на 15-20 минут любой инструмент я думаю вы знаете что уже как бы это могли использовать хотя бы даже на 5 минут вот то есть поэтому как только S&P перешел стандартный курс 500 на основной объем торгов перешел в электронный трейдинг в электронный естественно данные с ямы которая находится в чикаго в чикаго бирже было сложно получить то есть специально покупались места на бирже на бирже и поближе к источнику биржевой информации можно было находиться и тогда еще как-то эти данные попадали в руки но простому трейдеру который находится за тысячи километров от этой биржи практически нереально было получить какие-то свежие достоверные данные по объему сделок а в электронном трейдинге эта возможность появилась и мы не теряя времени сразу же начали работать в этом направлении изучать исследовать вот так вот вот эти четыре вершины на Газпроме 137.15 обратите внимание что вот эта локация он же массив достаточно ключевая модель 29 числа обратите внимание как Газпром сразу отреагировал на продажу с этого массива это объемный массив чуть на занятиях мы уже изучим более детально что такое массив как его использовать и понимать а вот теперь тот же Газпром но с наложением данных по объему видите здесь вам хорошо видно да давайте вот так сделаем лучше чуть чуть светлее бар каждый паттерн то есть это бар который отображает отображает по каждой цене еще и объем но если я допустим масштаб сделал максимально огромный то на каждой цене вы увидите за 15 минут объем оборот до сто 36 5 35 тысяч контрактов акций и вот подбираемся мы к вершине заметьте это 15 минуты таймфрейм и 10 00 1 15 минут по цене 137 проходит 76 тысяч с половиной сделки потом пауза 15 минут 10 30 47 видно вам хорошо то есть не подряд постоянно идет по 45 по 70 тысяч а вы сделали паузу и по этой же самой цене потом час подождали присмотрелись к рынку 31 тысячу размещают причем видите здесь по одной цене идут если присмотреться то здесь идет ровно по 11 тысяч объем то есть это след одного участника ну к примеру мы возьмем там инвест компания инвест компания решила там затариться акциями газпрома на 22 тысячи к примеру ну да то есть буквально 15 минут разница и снова 11 тысяч ровно 11 по той же самой цене в один и тот же день в один и тот же час то есть ну соответственно интересно крупным участникам этот газпром в этот день на этой цене крайне стал интересен так наша с вами задача индифицировать крупного игрока который контролирует цену сегодня на этой неделе либо же масштабом больше индифицировать куда он пытается расширять ценовой диапазон это крупный игрок и работать на его стороне то есть идти вместе с ним по тренду пока не появится противовес тоже объемная модель то есть мы с вами как эти охотники на огромных китов в огромном финансовом океане вот находим китае плаваем с ним пока есть возможность видите то есть через определенное время по одной тоже цене заходит в течение полтора часа до 12 часов разместили всего по этой цене сто восемьдесят пять тысяч чуть повыше двадцать семь восемнадцать но это не топовые есть еще больше 218 рейтинг поэтому когда у вас помимо графика еще есть ситуация по уровню ликвидности это мы увидели по каждой цене объем за 15 минут мы увидели общий объем за 15 минут 238 тысяч из которых 73 только по одной цене прошло из всех 230 тысяч потом суммарные за определенный участок допустим если мы хотим посмотреть только за этот день 29 числом берем 29 число даты выделяем то есть вы здесь суммарно 185 тысяч по 137 ровно прошло то есть естественно это были крупные заявки и поэтому трейдер понимает почему здесь четыре вершины у этой модели ну локации не просто ставить лимитку и будет что будет она непосредственно понимает что там разместился крупный игрок крупная рыбешка обратите внимание что в общем 136 это максимальный объем по цене был 29 число 218 тонн вот эту локацию которую хорошенько обработали крупные верки так и не осилили на следующий день вернее на с понедельника с этого массива ушел рынок на нисходящую динамику закрылись практически там где открылись но на следующий день ушли вниз ну на продажу то есть такие массивы они то есть его визуально видно то есть выделяется из котировки да но пустой он либо же там многое размещено денег либо наоборот допустим на фичерском контракте можно особенно на форт возьмем ртс к примеру в пятницу много фиксировали позиций ну по отношению к недели если брать данные вот сейчас включала открытый интерес видите и снизу гистограмма не объема теперь отображается а уровень открытого интереса то есть количество открытых позиций в рынке набор позиций да совершенно верно давайте давайте возьмем за неделю и возьмем пять минут таймфрейм ну я там таймфрейм имею ввиду вот вот эта нить которая идет через весь инструмент я могу убрать это индикатор видом выпей если будет мешать ну давайте лучше итак вот график а вот уровень открытого интереса значит обратите внимание как 26 числа после формирования долго формировали практически всю сессию площадку чтобы с этой площадки начать восходящую динамику вот это было коварное снятие стопов участников рынка то есть применяя объемный анализ применяя те данные и тактики стратегии которые у нас есть можно идентифицировать когда снимают стопы соответственно вы понимаете это и можете использовать в своих корыстных целях ведь мы этим всем занимаемся ради единой цели вытащить из финансового рынка свой кусочек да вот то есть мы видим массив и сразу же пошли продажи и не покупают то есть ну вернее как бы не открывают позиции что в принципе логически если подумать подтвердила бы заинтересованность участников в этой тенденции то есть они сражались спрос предложения и наконец-то победили селеры на данном участке то расширение как раз подтверждает активность селеров и начинает заходить вторая волна продавцов которые не такие уверенные либо же не такие объемные поэтому начинается рост открытого интереса при расширении такого коридора здесь же наоборот фиксируют то есть они не хотели этого движения они не хотели чтобы так рынок ушел поэтому начали сразу же выходить возможно там и ваши позиции были то есть но такие моменты можно фиксировать инфицировать и использовать для своих целей инструмент шел очень аккуратно видите здесь не было таких резких взрывов по ажиотажу и 29 числа обратите внимание какой идет скачок с самого утра это как раз пример того как помогает объемный анализ идентифицировать когда рубль остановится да то есть когда начнется разворот на рубли на нефти это все может подсказать объемный анализ вот участок с 10 по 11.20 за эти 1.20 количество вернее показатель этого интереса с 515.000 на 578 то есть весь этот отрезок времени открывались новые сделки заключали новые сделки открывали новые позиции заходили в рынок и вот вот этот массив и что потом происходит после такого активного размещения позиций идет нисходящая динамика то есть де-факто как бы было открыто в этой точке очень много сделок результат которых создал нисходящую динамику потом да вот этот момент до конца 1 февраля такая боковая котировка и соответственно такой же открытый интерес но все что открыли в этот момент еще в рынке то есть видите их не зафиксировали вот то есть уже этот массив выделяется других участков графика но без этих данных это просто просто уровень сопротивления и все но трейдер получил стоп лосс уже и на этом уровне сопротивления и потом еще на этом уровне мог и на этом получить точно так же с пробитием либо же поддержкой в объемном анализе есть похожие элементы модели допустим объемный анализ несложный мне кажется даже легче чем технический анализ и точнее в техническом анализе кстати инструменты технического анализа у нас есть здесь такой карандашик нажимаете и можно играться то есть там цвет выбирайте тип линейки и стрелочки даже подписать вот но классический технический анализ не волн здесь нет просто линии треугольники ой не треугольники овал и прямоугольник и можно текст напечатать вот потом можно удалить если не нужно либо же сохранить то давайте теперь немножко об объеме то есть селлер набрал позицию спрашивает Виктор один из участников достаточно интересный массив согласитесь да но когда я посмотрел более агрессивный кто себя ввел в этой точке я был ну не удивл не то что там прям чуть в обморок не упал но интересно было то есть немножко удивило меня эта ситуация значит объем почему из всех данных которые идут с биржи именно ему мы посвятили столько времени уже да 10 лет примерно да 10 это показатель уровня ликвидности заинтересованность чем больше объем входит в цену в данный момент на рынке тем крупный игрок более заинтересован что-то ему нужно остается лишь за малым понять нисходящая динамика ожидается либо же восходящая либо дождаться этой динамики просто зайти попозже но чуть похуже цене а в чистом виде объем допустим 100 контрактов по цене за одну минуту 100 контрактов это означает что байер купил у селлера а селлер продал байеру 100 контрактов смп евро фьючерс там ртс инструмент здесь не столь важен важно то что 100 контрактов это объем сделки единица это количество транзакций грубо говоря там одной прошел одним объемом прошла сделка либо разбивали там на 4 транзакции там или на 3 транша вот то есть но в каждой сделке всегда есть север юг день ночь красное белое инь янь быть или не быть байер селлер то есть вот эти две половинки они всегда в этой сделке должны быть то есть если байер хочет купить вы приходите на рынок овощной допустим хотите купить лука покупаю ну извини нет лука нет продавца который фермера который выращивает лук не продает то есть вы не сможете его из ниоткуда взять правильно то есть значит вы уйдете без позиции без сделки точно так же и продавец лука если у вас не будет на рынке он тоже не продаст лук поэтому в этой в этом в этих 100 контрактов там байер и селлер то есть байер купил у селлера теперь вопрос на смекалку внимательно смотрите на чуть не сказал внимание на экран итак задача простая цена допустим 1512 по этой цене проходит объем семьсот семьдесят семь контрактов есть только эти данные куда пойдет рынок на покупку либо же на продажу на и нет на то есть точно это непосределение не без уст и я в коллекцию ответов добавлю хорошо получилось там останется агрессор окей есть опытные люди известно в противоположную сторону откуда пришла цена ну допустим рынок шел на рост и вот дошел до цены до цены где прошло 777 контрактов ладно в принципе правильные ответы были имея эти данные рынок никуда не уйдет потому что у нас нет дополнительных данных о количестве спроса приложений в этих данных 777 контрактов то есть был спрос у байера 777 контрактов в общем у целера было предложение на 777 контрактов все то есть они их свели на бирже их погасили 0 до совершенно то есть направление куда пойдет следующий тик будем ждать следующих данных спроса приложения правильно вот когда мы увидим что спроса больше и приложения меньше либо наоборот тогда мы сможем твердо сказать потенциальное направление рынка отсюда что следует объем вот в таком формате да то есть чисто объем не несет вектора направления тенденции куда пытается эти маркет то есть правильно то есть нам нужно вот это вот нужно закрыть недостающий пазл в объемом анализе в чистом месте объемность и эту задачу решает дельта либо же маркировка объема битдаск как написали фразу агрессор можно также назвать это инициатор сделки рыночный ордер возьмем допустим вот этот момент который задал вопрос виктор там продажи набрали либо же нет 29 число портес на модуле который был принципе спортирован как раз для анализа дельты возьмем поменьше 5 минутный таймфрейм но в принципе для внутридневного использования минуты минута 5 15 все это предпредел желательно меньше таймфрейм еще итак 29 число что увидите вроде бы точно такой же график зачем отдельно модуль создавать дело в том что здесь немного другого формата данные отображаются и все в одном графике не уместить то есть этот график специально кластеризированный то есть виде кластеров в каждом классе отображается ликвидность по бит и плоск то есть сколько было объема по бит по цене сколько объем был пласт то есть левая колонка это беды правая то есть здесь 15 15 поровну здесь 48 58 тоже поровну фактически английский контрактов разница здесь 136 и 42 тут мы видим что уже появился объемники ну и соответственно нижняя гистограмма это суммарно сколько дельта между объемом битовым либо жестко более детального вот этой всей маркировки и типу вычислений уже на самом курсе тут по стратегии допустим да тот участок обратите внимание что тот участок подойти крайне агрессивно проходили как раз инициаторы на покупку на артесе но это на баром графике об этом ни слова не сказано то есть это баровый график немножко уже его мало для того чтобы работать на рынке эта информация уже мало нужна нужна информация кто владеет информацией тут будет если кортесу добавить ту же самую нефть то мы заметим что максимум по нефти артесу до двадцать девятого числа совпадает а двадцать девятого числа максимум на артесе на нефти находится на абсолютно разных уровнях это уже на на несколько занятий стратегия вот здесь видите здесь допустим как точка входа на шорт отменяется потому что входить против агрессоров на покупку не всегда безопасно то есть вы входите в рынок как раз против поезда итак базовая стратегия в первую очередь нужно выделить ядро торговой сессии только закончился торговый день вы выделяете основное объемное ядро то есть это очень несложно сделать если вы выбрали по датам ну допустим 29 29 а это уже февраль то вот график за пять минут ну пускай будет 15 слева гистограмма профиля пол газпрома давайте лучше ртс возьмем там красивее профиль будет вот ну у меня здесь цветом выделяется вот эта фильтрация она просто помогает выделить ядро здесь костяк из объемных сделок то есть он как ориентирный то есть это стержень основа торговой сессии торгуются выше этого диапазона у нас контролирует ну то есть мы уже это индифицируем мы используем качество информации которая говорит о агрессивности байера и если торгуется маркет уже ниже данного массива данного диапазона то сейчас контроль цены за селлером вы внутри этого коридора на экваторе либо нейтральная вода еще мы называем нейтральная вода экватор вот то есть пытается борьба идет пока цена стоит на уровне это борьба между добром и злом между байером и селлером между небом и землей вот то есть определенное ядро необходимо мало объемом внутри торговой сессии естественно его надежность его крепкость отработки уровня и поддержку тенденции сохранения тенденции будет гораздо слабее и не так надежно давайте посмотрим такие объемные сессии когда происходит ключевой момент с объемом проще работать на экстремумах когда вы если ваша стратегия базируется на открытии позиций как раз на противовесе контртрендовых точках либо же вы нацелены определить разворот рынка то есть непосредственно смену динамики смена тенденции цены где объем был свыше какого-то параметра то есть есть периоды когда идет подряд такие объемы есть когда пусто на рынке но это с 15 на 6 15 87 в обменниках помните да недавно когда останавливали в конце августа на 72 за сессию прошло 9 миллионов контрактов оборот то есть на то время это была самая ликвидная сессия на фьючерсе таких сессий потом еще три прошло то есть закрепили обратите внимание что вспышка ликвидности установила маркет от роста и он ушел в боковик пока не загасили всех селеров ну и потом чуть даже откорректировались такого масштаба можно сказать взрыв объемный прошел вот 21 числа 6 миллионов 8 200 не 9 как там 400 8 200 но опять же на максимуме тоже крайне торговая сессия все 9 200 8 258 тоже и похожий сценарий прорабатывается да катились потом стоят то есть вполне можем увидеть на 80 флайт порядка порядком масштаба пока финансовый рынок финансовые участники не получат какую-то информацию важную касаемо нефти рубля ртс и все остальное вот ликвидность идет на хорошем уровне видите здесь даже самая вот эта вот слабо ликвидная сессия идет выше чем среднестатистическая торговая сессия в обороте то есть там идет сражение за каждой за каждую минуту фактически то есть очень объемная сессия ну и вы наверное заметили что такие вспышки объема но если брать масштаб такого ранга не так часто проходит на меньше таймфреймах внутри дневных внутри недельных точно такая же закономерность то есть порядка десяти двадцати процентов случаев допустим если брать сто пяти минуток за сессию то из них только может быть там пять десять с крупным объемом если все стандартные либо ниже нормы давайте вопросы на сегодня все то есть стратегия на экстремуме обязательно критерий крупный объем то есть нужно остановить рынок объем потом еще развернуть и толкнуть рынок снова на противоположную динамику то есть при работе с экстремумами обязательно учитывайте уровень ликвидности соответственно и акцию Пока что замедление экономики, исходя из стоимости барреля нефти, сколько банков лишились лицензии, вполне вероятно, что начнут печатать. Это создаст инфляцию, соответственно, 80% это, возможно, даже не предел. Если стабилизировать хотя бы нефть, вернуть на 50, на 60. К сожалению, экономика из-за пары санкций оказалась не готова к таким поворотам судьбы. Рейндж бар чарт наравне со всеми. У меня нет там преимущественно какой-то определенный график. Какой-то график применяется для открытия позиции, который применяется для анализа. Я за то, что если этот график, либо же тип графика, хотя бы чуть-чуть будет помогать, понимать, что происходит с рынком, я буду его использовать. Если вы еще какой-то плюс добавите, корреляция. Продолжение следует... Для отличной сделки подходят открытия позиции безрисковые и неизвестно, когда закрытие даже. Вот это хорошая сделка. Рынок Форекс. Валютные фьючерсы, может? Следующий. Да, кстати, те, кто записываются в группу Basic, в среду или не в среду, сорри. В понедельник первое занятие по курсу. В понедельник уже начинаем. Поэтому до следы напишите, свяжитесь с менеджерами, получите инструкции, что за эту неделю нужно успеть сделать, начиная от компьютера, заканчивая информацией, которая у вас должна быть. То есть, что в понедельник вы уже во всеоружие могли приступить к изучению объема анализа. Месяц будет длиться и затем небольшой такой перерыв и начнется полугодовая подготовка к рынку, торговля на финансовом рынке. Смарт-трейдинг, смарт-волюм-трейдинг, курс полугодовой, стажировка фактически, практика, все как положено. По сегодняшней теме есть еще вопросы? Всегда пожалуйста.